Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, осмотрел условия их подготовки и выслушал все пожелания военнослужащих. В ходе встреч были сформированы дополнительные предложения по совершенствованию бытового обслуживания, были затронуты вопросы, связанные с необходимостью повышения информирования о нормах различного удовольствия, установленных для военнослужащих вооруженных сил и в порядке их обеспечения, оформления различных видов документов и другие организационные вопросы. По этим и другим вопросам уже идет работа. Даны соответствующие поручения. Вопросы, требующие федерального вмешательства, также направлены в Министерство обороны и правительство Российской Федерации. Одним из главных пунктов беспокойства военнослужащих стали их родные и близкие. Поэтому глава региона провел с семьями мобилизованных личную встречу. Важен Анатольевич, мы понимаем, как вам сейчас непросто, но мне-то и моей семье, моим родным и близким людям это точно знакомо и понятно. Мы прошли через это вместе и не один раз. Понимаю, что здесь есть и неопределенность, и тревога, а где-то и страх за ваших мужей, отцов, детей. Ну и, конечно, во мнении, как вы будете справляться со всеми хлопотами по вседневной жизни, воспитывать детей, помогать родителям, детям, в то время, когда ваша основная опора семьи защищает Родину и всех нас. По итогам встречи в регионе создается система по оказанию поддержки семьям военнослужащих, призванных в ходе СВО. Одной из первых мер стала единовременная выплата. Глава региона отметил, что помимо этого военнослужащим будет отправлено все необходимое оборудование, техника и экипировка. Для того, чтобы продолжить оказывать системную помощь, губернатор выслушал предложения жен, матерей и отцов. Они будут учтены при создании пакета мер помощи. Анжела Умбетова при поддержке Пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Телеканал Волгоград-1.